Футбол, без сомнения, одна из любимых игр, особенно у подростков. После регулярных тренировок на своих спортивных площадках и во дворе, ребята выходят сразиться друг с другом, принимая участие в городском первенстве по футболу Центра физической культуры и спорта «Олимпик». Местом проведения финальных игр стал стадион «Торпеда». Здесь собрались как старшие, так и младшие команды. Я три года играю в футбол. Занимаюсь я в «Ультрио». Ну, сразу перешел уже играть. Ну, команда у нас сильная. Первое место заняло в сезоне за младших. Старшие тоже неплохо играют. На финальный турнир пришли самые главные болельщики начинающих футболистов – это родители. В дворовой команде «Олимпик» наравне с парнями играет София. Сегодня ее поддерживает мама, которая гордится спортивными достижениями своей дочери. У нас футбольная семья, муж тоже занимается футболом. Поэтому Софии тоже это интересно. Здорово, что такие чемпионаты вообще проводятся в нашем городе. После завершающих футбольный сезон игр состоялась церемония награждения победителей. В старшей возрастной группе третье место у «Олимпика», второй – у «Биг Бена». Прессе звания лучшего бомбардира вручен игроку этой же команды – Нуртилеку Сулайманову. У него 29 голов в 16 играх. Все-таки труд команды, а также тренера, он настраивал нас на игру своими мотивационными словами. И нам удалось. Хотели первое место, но не вышло. Проиграли в финале. А победителями в старшей возрастной группе стали ребята из команды «Порту». Им был вручен кубок и золотые медали. У младших призовые места распределились следующим образом. Третье место у «Спарты», второе – у команды «Юбилейный». И победителями стали спортсмены «Ультры». Тренером у команды является Михаил Громов. Футбол – это более популярная игра. Дети стремятся к ней, она более доступная. Ну и чемпионат мира прошел, я так думаю. Вот у некоторых, наверное, желание появилось. Увидели звезд, красивое это все. Футбольный сезон во дворах округа подходит к концу. Совсем скоро наступит зимний период. И тогда ребятам предстоит готовиться к ответственным соревнованиям в рамках турнира «Золотая шайба». Время на подготовку еще есть. Алла Сталаев, Андрей Капустин. Информационная программа «День».